АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Однажды мой знакомый перепутал с бабушкой таблетки, и в итоге он уснул на фейс-контроле, а бабушка связала пятиметровый носок. Что же связали наши девушки и как мы будем это оценивать? Давайте узнаем у нашего уважаемого жюри. Нелли, давайте с вас начнем. Видно, что вы стилист, хорошо работаете с вещами, хорошо работаете с фактурами. Мне нравится эта юбка, мне нравится, как она сочетается с этим свитером. В общем-то, все выглядит очень мило, симпатично. Мне понравилась эта обувь, мне очень нравится, что она не вызывающая, не агрессивная, благодаря такому не супер высокому каблуку. Меня только немного смутили вот эти наклейки на обуви, ну честно, на таком случае, чтобы в аренду ее взяли. С ценой в смысле? Ну да, ну хорошо, что они, конечно, не зеленые, не розовые, вот это как на рынках писали. А можно показать, где эти наклейки? На подошве, на подошве там, да. А так образ очень милый, симпатичный. Спасибо огромное. Что по поводу выбора Нелли скажет Сергей Зверев? Что касается темы, вот эти вязаные вещи, да, то очень как-то все вписалось. И это даже лук нисколько не хуже первого вашего. То есть вы как бы сейчас на волне идете, все очень прилично, сдержанно. Мне очень нравится. Спасибо огромное. Переходим к обсуждению нашей следующей участницы, модели-художницы Аня. Мне очень нравится образ Ани. То есть этот образ достаточно вечерний за счет того, что платье имеет атласную фактуру. И это платье можно было бы использовать как для вечера, но ты немножко скрасила и сделала его более простым за счет того, что ты одела пальто, я бы сказала, вязанное. Теплый-теплый свитер. Теплый свитер. Такой, а если летос? Да. Вот Ксюша и Алина для меня это тот вариант, когда очень-очень вроде бы стараешься и так хочешь, чтобы все получилось классно, но чуть-чуть что-то не получилось. Ксюша очень хотела тоже сделать такой гранжевый образ, стильный. Но первое, что лично мне бросается в глаза, то мне тут не сопоставление и меха, и вот этого узла на рубашке. Мне кажется, вот попробуйте его развязать и туда заправить и юбку вот так сделать. Мне кажется, хотя бы будет чуть-чуть лучше, потому что здесь не очень уместен этот узел. Спрячьте ее вообще туда, а юбку выше сделайте, как будто у вас тут талия. Ну так лучше. Ну уже намного лучше. Лучше? Да. Лучше же? Да. Алина, что касается вашего выхода, вы чудесная. Вот честно, вы чудесная, чудная, чудная. Воздушная. Просто чудесная. Вы так вот пронесли здесь в этом платье-свитере, такое яркое пятно. Вы так очень сильно комбинировали, столько вещей накомбинировали. Прямо дальше некуда. Это бабушка Зоя связала? Эта вещь куплена. Куплена. Ну не знаю, как она была куплена, в каком состоянии, потому что, конечно, она крайне специфическая эта вещь. Если еще верхняя часть, ну допустим, то вот низ, ну как-то совсем никуда. Кошмар. В то время как две участницы достаточно неплохо справились со своим заданием, то две вторые, такое ощущение, что просто взяли все самые некрасивые вязаные вещи и каким-то непонятным образом скомпоновали. Девушки, спасибо вам. Ну а теперь, уважаемый член жюри, вам порешать, кто же упадет с трехметровой высоты. Следующий. Ну, я, наверное, буду против Алины снова. Это платье... Да. Платье-свитер выглядит странно, хотя платье-свитер очень актуальная вещь. И оно очень часто выглядит хорошо, ну вот правильно, его можно там обыгрывать, носить и так далее. Вот, ну вот это вот какое-то желтое недоразумение, то ли коль бабка, то ли яешня. А я делала ставку на Ксюшу, очень на нее надеялась, потому что она мне симпатична. И она яркая, приятная девушка. Но вот с этой рубашкой она слепила в один образ немножко несовместимые вещи. Получилось, что мы вязаного, по сути, не увидели. Я думаю, телезрителям тоже не совсем понятно, что там вязано. У нее получился вязаный жилет, впереди, вот, и сверху он украшен, как буа, мехом. И тоже сказать, что это супервязаная, ну, вроде бы вещь присутствует, а образ не сложился. Ну, такая чисто формальная вещь. Ну, две девочки были удачные. Вот первая и вторая. Нелли, правда, перехудела сильно, а Аня очень хорошо выглядит. Ну, как будто у нее хвост натянут назад, и глаза ушли вот сюда. Ну, как круто. Сейчас их четверо, но совсем скоро одна из этих красоток покинет наше шоу навсегда. Так чей же наряд лучше бы моль поела? Чье платье нужно бы распустить на клубок или отдать играть коту? Чья бабушка будет пить корвалол из-за плохой работы? Кто навсегда покинет шоу икона стиля? И это... И это Алина Литвиненко! Мне нравится, как я одеваюсь, меня все устраивает. Но есть люди, которые живут этим и отдают этому большее время, и, соответственно, у них лучший результат, и они лучшие в этом. Я лучше в другом. Спасибо.